Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Вот в свете того, что мы идем в ЕС, в принципе, может не сегодня, а завтра, но послезавтра так точно, идем в ЕС, и в свете вот этого вот, как бы это назвать, шабаш, давайте назовем словом шабаш, который произошел с этими пропалестинскими демонстрациями в различных европейских столицах, вот я вас хочу спросить, в данный момент, вот это видео, он будет спрашивать, мне очень интересно ваше мнение, не то что мое, я свое выскажу, но я его навязывать не стану, я хочу услышать, что вы думаете по поводу вступления в ЕС, и в частности по проблеме приема мигрантов, потому что из того, что я видел, вот эта публика, которая прошла, ну я посмотрел довольно внимательно на демонстрации в трех городах, Берлин, Париж и Лондон, я, честно говоря, пришел в ужас, потому что вот эта публика, которая приехала туда бедными несчастными беженцами, вдруг обнаглела, все им должны, и они уже с собой стали замещать, своим мнением начали замещать коридных немцев, англичан, французов и так далее, я знаю, что в других государствах Европы было то же самое, да? Я уже рассказывал по поводу этой демонстрации, чего она стоит и так далее, речь меня мало интересует, Франция или Германия, я хочу спросить по Украине. Вот согласны ли вы с тем, что при вступлении в ЕС, Украине тоже придется принимать вот мигрантов? С другой стороны, давайте посмотрим Польшу, Польша не принимает мигрантов, есть две страны, которые напрочь, категорически отказались принимать эту публику, это Польша и Венгрия, категорически нет, вот, то есть, решить это следующее, следующее, считаете ли вы возможным, в принципе, вступление в ЕС только на условиях того, если мы согласимся принимать вот таких же вот не ассимилируемых, а вот эти вот все они не ассимилируются, они качают права, они живут в закрытых своих общинах, это, поверьте мне, я это точно знаю, и они вот так, а люди, которые там жили, это коренное население вот так, они, ничего общего между ними нет, да, у них бывают хорошие отношения, бывают хуже, они ходят на одну и ту же работу, хотя вот эти часто не ходят, они на пособия живут, очень многие, не все, но очень многие, вот, но между ними пропасть, общего ничего между ними нет, да, тех своя жизнь, у этих своя, и, как видите, последние дни показывают, что, ну, товарищи в Европе там некоторые обнаглели просто уже выше крыши, и это жуть, что творится, честно, меня эти демонстрации привели просто в шок, вот, и у меня следующий вопрос, вот смотрите, первый вопрос, согласны ли вы выполнить условия Евросоюза, преступлений в Евросоюз, о том, что у нас будут вот такие же вот товарищи в большом количестве, это первый вопрос, второй вопрос, Евросоюз может сказать так, а, вы их не тянете, там, им пособия давать, мы будем платить пособия, как Евросоюз, вы будете передавать эти деньги вот этим вот живжикам, но они будут жить у вас, вот с этим вы согласны, если, если как бы Евросоюз, вот это бренное существование, будет оплачивать из своего кармана, но жить они будут у нас в результате, я скажу, я свое мнение высказываю, я вас ни к чему абсолютно не призываю, вы свое мнение говорите, я свое, я категорически не согласен, ни в случае, если Евросоюз будет давать деньги, ни в случае, если Евросоюз не будет давать деньги, единственная возможность, с моей точки зрения, непросвещенной, для неассимилируемых товарищей, попасть в Украину, это служба в сбойных силах Украины, вот мое мнение, да, отслужил, да, вот этот конкретно, этот человек, может оставаться со своей семьей, да, это не вопрос, это да, все остальные варианты, с моей точки зрения, категорически нет, и уж точно никаких пособий, уж точно никаких пособий, это абсолютно однозначно, вот, это как бы, первый такой, это с моей точки зрения, опять-таки, вы высказываете, мне интересно, еще раз говорю, согласны ли украинцы, на то, что, вот к нам, в случае, если мы вступаем в Евросоюз, приезжает, вот, и делает из Киева Берлин, или вот, Лондон вчерашний, когда там, позавчерашний, да, это один вопрос, и второй вопрос, это, вот мне интересно, тоже мнение украинцев, по ядерному оружию, что, предпочтительнее, например, да, вступление в НАТО, вариант А, вступление в НАТО, если нас туда, конечно, примут, окей, хорошо, даже если нас туда примут, без, вот, той части, которая сейчас под оккупацией, то есть, это не значит, что мы должны отказаться, от этой части, просто на эту часть, не распространяется, пятая статья НАТО, еще раз говорю, надо это тоже, очень хорошо понимать, а то говорят, что, НАТО говорит, откажитесь, от своей территории, ни фигулечки, НАТО такое не говорит, они говорят, пятая статья НАТО, не распространяется, вот, на эту территорию, на этой территории Украины, вот, так понятно, да, так вот, что для Украины, было бы предпочтительнее, вступить в НАТО, и, пользоваться общим зонтиком, или же, вариант Б, восстановить, ядерное оружие, потому, что, видите, у нас его, как говорится, забрали, но, забрали, и перекинули, через одно место, и сказали, что так всю жизнь было, понимаете, вот, когда у нас, понятное дело, будет ядерное оружие, то и отношение к нам будет совершенно другое, но и как в части НАТО, будет отношение совершенно другое, чем сейчас, вот тут тоже интересно, но, посмотрите, опять-таки, что такое НАТО, вот сейчас, например, Трамп, ну, давайте, гипотетически, Трамп, опять становится, премьер-министром, ой, говорю, премьер-министр, президентом Соединенных Штатов, кого он себе хочет взять в вице-президента, слышали уже? Да, ублюдка Такера Карлсона, просто, ну, других слов у меня для этого человека нет, то есть вице-президентом Соединенных Штатов становится чувак, который нас люто ненавидит, это раз, это первый момент, а второй момент, сам Трамп говорит, что НАТО ему плевать, на НАТО, и он сам говорил, что вот он говорил с европейскими лидерами, не знаю, правда, он не признался с кем именно, и когда тот его спросил, такая, если на нас нападут, будете ли вы нас поддерживать, он сказал, нет, не буду, солдат не пошлю, и в этой связи у меня такой вопрос, насчет пятой статьи НАТО, а вот, вот если вот такое вот, типа Трампа Такера Карлсона, оказывается вот в вертикали власть, уже не в оппозиции, и не в тюрьме, где им и место, а в вертикали власти в Соединенных Штатах Америки, то чего стоит НАТО, и пятая статья НАТО? Риторический вопрос, высказывайте свое мнение, просто вот, знаете, сегодня как бы воскресенье, я сижу и вот сам с собой рассуждаю, не, конечно, я могу сказать, что да нет, все хорошо, будет все зашибись, нас защитят в любом случае, ребята, ну да, я могу так говорить, но еще раз говорю, гипотетический вариант, Такер Карлсон и Трамп, два человека, у которых не чести, не совести, абсолютно ничего, да, и, чего стоит все НАТО в этом случае, не проще ли вернуть ядерное оружие, вот как, вот, ваше мнение, вот тут у меня даже своего мнения нет, честно вам скажу, не знаю, что лучше в данной ситуации, то ли то, то ли это, хотелось бы узнать, что по этому поводу думаете и вы, итак, первый вопрос, ЕС, в случае, если нам категорически от нас требуют, принимать мигрантов, и второй вопрос, вот, ядерное оружие или НАТО, почему говорю или, потому что, вряд ли, если мы будем возобновлять ядерное оружие, нас в НАТО примут, это тоже надо осознавать, то есть, тут надо взвешивать все за и против, пожалуйста, высказывайте, ваше мнение, ваше мнение.